Лев Николаевич Толстой Анна Каренина Читает Андрей Кузнецов Мне отмщение и ас воздам Часть первая Глава первая Все счастливые семьи Похожи друг на друга Каждая несчастливая семья Несчастлива по-своему Все смешалось В доме Облонских Жена узнала, что муж Был в связи с бывшую в их доме Француженкую гувернанткой И объявила мужу, что не может жить с ним В одном доме Положение это продолжалось Уже третий день и мучительно Чувствовалось и самими супругами И всеми членами семьи И домочадцами Все члены семьи И домочадцы чувствовали, что нет смысла В их сожительстве И что на каждом постоялом дворе Случайно сошедшиеся люди Более связаны между собой Чем они, члены семьи И домочадцы Облонских Жена не выходила из своих комнат Мужа третий день не было дома Дети бегали по всему дому Как потерянные Англичанка поссорилась с экономкой И написала записку приятельницы Прося приискать ей новое место Повар ушел еще вчера со двора Во время самого обеда Черная кухарка и кучер Просили расчета На третий день после ссоры Князь Степан Аркадьевич Облонский Стива, как его звали в свете В обычный час, то есть в восемь часов утра Проснулся не в спальне жены А в своем кабинете На софьяном диване Он повернул свое полное Выхаленное тело на пружинах дивана Как бы желая опять заснуть надолго С другой стороны Крепко обнял подушку И прижался к ней щекой Но вдруг вскочил Сел на диван и открыл глаза Да, да, как это было Думал он, вспоминая сон Да, как это было Да Алабин давал обед в Дармштадте Нет, не в Дармштадте А что-то американское Да, но там Дармштадт был в Америке Да Алабин давал обед на стеклянных столах Да, и столы пели Эль мио тезоро И не эль мио тезоро, а что-то лучше И какие-то маленькие графинчики И они же женщины Вспоминал он Эль мио тезоро На итальянском Мое сокровище Глаза Степана Аркадьевича Весело заблестели И он задумался, улыбаясь Да Хорошо было Очень хорошо Много еще что-то там было отличного Да не скажешь словами И мыслями даже на его не выразишь И заметив полосу света Пробившуюся сбоку одну из суконных стор Он весело скинул ноги с дивана Отыскал ими шитой женой Подарок ко дню рождения в прошлом году Обделанные в золотистой софьян туфли И по старой девятилетней привычке Не вставая Потянулся рукой к тому месту Где в спальне у него висел халат И тут он вспомнил вдруг Как и почему он спит Не в спальне жены, а в кабинете Улыбка исчезла с его лица Он сморщил лоб Ах, 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 ах А-а-а-а Замычал он, вспоминая все, что было И его воображению представились опять Все подробности ссоры с женою Вся безвыходность его положения И мучительнее всего Собственная вина его Да, она не простит и не может простить И всего ужаснее то, что виной всему я Виной я А не виноват В этом-то вся драма, думал он Ах, ах, ах Приговаривал он с отчаянием Вспоминая самые тяжелые для себя Впечатления из этой ссоры Неприятнее всего была та первая минута Когда он, вернувшись из театра Веселым и довольным С огромной грушей для жены в руке Не нашел жены в гостиной К удивлению не нашел ее и в кабинете И, наконец, увидал ее в спальне С несчастную, открывшую все запиской в руке Она, эта вечно озабоченная И хлопотливая, и недалекая, какой он считал ее Долли неподвижно сидела с запиской в руке И с выражением ужаса, отчаяния и гнева Смотрела на него «Что это? Это?» Спрашивала она, указывая на записку И при этом воспоминании, как это часто бывает Мучило Степана Аркадьевича не столько само событие Сколько то, как он ответил на эти слова жены С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми Когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению В которое он становился пред женой после открытия его вины Вместо того, чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться Просить прощения, оставаться даже равнодушным Все было бы лучше того, что он сделал Его лицо совершенно невольно, рефлексы головного мозга Подумал Степан Аркадьевич, который любил физиологию Совершенно невольно вдруг улыбнулось Привычную, добрую и потому глупую улыбкой Эту глупую улыбку он не мог простить себе Увидав эту улыбку, доля вздрогнула, как от физической боли Разразилась со свойственной ей горячностью потоком жестоких слов И выбежала из комнаты С тех пор она не хотела видеть мужа Всему виной эта глупая улыбка, думал Степан Аркадьевич Но что ж делать, что ж делать С отчаянием говорил он себе и не находил ответа Глава вторая Степан Аркадьевич был человек правдивый в отношении к себе самому Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене Он не мог раскаиваться в том, что он 34-летний, красивый, влюбчивый человек Не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует Ясно, он никогда не обдумывал этого вопроса Но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он неверен ей и смотрит на это сквозь пальцы Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина И ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства По чувству справедливости должна быть снисходительна Оказалось, совсем противная «Ах, ужасно! Ай, 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 ужасно!» — твердил себе Степан Аркадьевич И ничего не мог придумать И как хорошо все это было до этого Как мы хорошо жили Она была довольна, счастлива детьми Я не мешал ей ни в чем Предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела Правда, нехорошо, что она была гувернантка у нас в доме Нехорошо Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживании за своей гувернанткой Но какая гувернантка? Он живо вспомнил черные плутовские глаза Монбузель Ролан и ее улыбку Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего И хуже всего то, что она уже Надо же, это все как нарочно Ай, ай, ай Ай-яй-яй Ну что же, что же делать? Ответа не было Кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы Ответ этот Надо жить потребностями дня, то есть забыться Забыться сном уже нельзя, по крайней мере, до ночи Нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины Стало быть, надо забыться сном жизни Там видно будет, сказал себе Степан Аркадьевич И встав надел серый халат на голубой шелковой подкладке Закинул кисти узлом И вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик Привычным бодрым шагом вывернутых ног Так легко носивших его полное тело Подошел к окну, поднял стору и громко позвонил На звонок тотчас же вошел старый друг, коммердинер Матвей Неся платье, сапоги и телеграмму Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья «Из присутствия есть бумаги?» – спросил Степан Аркадьевич Взяв телеграмму и садясь к зеркалу «На столе», – отвечал Матвей Взглянул вопросительно с участием на барина И, подождав немного, прибавил с хитрую улыбкой «От хозяина-извозчика приходили» Степан Аркадьевич ничего не ответил И только в зеркало взглянул на Матвея Во взгляде, которым они встретились в зеркале Видно было, как они понимают друг друга Взгляд Степана Аркадьевича как будто спрашивал «Это зачем ты говоришь? Разве ты не знаешь?» Матвей положил руки в карманы своей жакетки Отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь Посмотрел на своего барина «Я приказал прийти в то воскресенье А до тех пор, чтобы не беспокоили вас и себя понапрасну» Сказал он, видимо, приготовленную фразу Степан Аркадьевич понял, что Матвей хотел пошутить И обратить на себя внимание Разорвав телеграмму, он прочел ее Догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова И лицо его просияло «Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра», — сказал он Остановив на минуту глинцевитую пухлую ручку цирюльника Расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами «Слава Богу», — сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает, так же, как и барин, значение этого приезда То есть, что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьевича, может содействовать примирению мужа с женой «Одни или с супругом?» — спросил Матвей Степан Аркадьевич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец Матвей в зеркало кивнул головой «Одни!» «Наверху приготовить?» «Дарье Александровне доложи, где прикажут» «Дарье Александровне?» — как бы с сомнением повторил Матвей «Да, доложи, и вот возьми телеграмму, передай, что они скажут» «Попробовать хотите», — понял Матвей, но он сказал только «Слушаюсь» Степан Аркадьевич уже был умыт и расчесан, избирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая по скрипывающими сапогами, по мягкому ковру, с телеграммой в руке вернулся в комнату Цирюльника уже не было «Дарье Александровне приказали доложить, что они уезжают» «Пускай делают, как им, вам то есть угодно», — сказал он, смеясь только глазами и, положив руки в карманы и склонив голову на бок, уставился на барина Степан Аркадьевич помолчал Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице «А?» — Матвей, — сказал он, покачивая головой «Ничего, сударь, образуется», — сказал Матвей «Образуется?» «Так точно-с» «Ты думаешь, это кто там?» — спросил Степан Аркадьевич, услыхав за дверью шум женского платья «Это яс», — сказал твердый и приятный женский голос и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки «Ну что, матреша?» — спросил Степан Аркадьевич, выходя к ней в дверь Несмотря на то, что Степан Аркадьевич был кругом виноват перед женой и сам чувствовал это Почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне «Ну что?» — сказал он уныло «Вы сходите, сударь, повинитесь еще, а вось Бог даст Очень мучаются и смотреть жалости, да и все в доме на вынтера-то пошло Детей, сударь, пожалеть надо Повинитесь, сударь, что делать? Люби кататься? Да ведь не примет А вы свое сделайте Бог милостив Богу молитесь, сударь, Богу молитесь «Ну хорошо, ступай», — сказал Степан Аркадьевич, вдруг покраснев «Ну так давай одеваться», — обратился он к Матвею и решительно скинул халат Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку И с очевидным удовольствием облег в нее холеное тело барина Глава третья Одевшись, Степан Аркадьевич прыснул на себя духами Вытянул рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками И, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел слегка подрагивая на каждой ноге в столовую, где уже ждал его кофе, и рядом с кофеем письма и бумаги из присутствия Степан Аркадьевич сел, прочел письма Одно было очень неприятное – от купца, покупавшего лес в имении жены Лес этот необходимо было продать, но теперь до примирения с женой не могло быть о том речи Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женой И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирения с женой, эта мысль оскорбляла его Окончив письма, Степан Аркадьевич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистовал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе За кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее Степан Аркадьевич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство И несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его Он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета И изменял их только, когда большинство изменяло их Или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись Степан Аркадьевич не избирал ни направлений, ни взглядов А эти направления и взгляды сами приходили к нему Точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление к консервативному, какого держались тоже многие из его круга То это произошло не от того, чтобы он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни Либеральная партия говорила, что в России все скверно И действительно, у Степана Аркадьевича долгов было много, а денег решительно не доставало Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его И действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьевичу И принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре Либеральная партия говорила или лучше подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения И действительно, Степан Аркадьевич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна И не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело Вместе с этим Степану Аркадьевичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смирного человека тем, что если уж гордиться породой, то не следует останавливаться на рюрике и отрекаться от первого родоначальника Обезьяны? И так либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьевича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы И будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что напротив, по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс И так далее Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентоме и Милле, и подпускались тонкие шпильки министерству Со свойственную ему быстротой соображения он понимал значение всякой шпильки От кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрёны Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Визбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты и предложения молодой особы Но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия Субтитры создавал DimaTorzok